Для кого-то 3 июля это не только день независимости, но и день рождения долгожданного ребенка. В Беларуси в День Республики родилось 158 детей, 68 белорусок и 88 белорусов. Это на 43 малыша больше, чем в 2023 году. Традиционное общественное объединение «Белая Русь» проводит акцию с любовью к детям. Ее цель – поздравить каждого малыша, родившегося в День Независимости. Это непередаваемые эмоции, когда на свет появляется новый наш человечек, гражданин нашей страны. Сегодня государство поддерживает, вы знаете, что у нас ЭКО первое бесплатно, можно оказать помощь. Да и вообще у нас мощнейшая поддержка оказывает государство семьям воспитывающих детей. 11 видов различного рода пособий, которые выплачиваются. Внимание сегодня уделяется и дошкольному образованию, дополнительному образованию, в целом образованию, здравоохранению. И я с огромной радостью всегда бываю здесь, для того, чтобы поздравить наших молодых мамочек, у которых на свет появились детки. Мы вместе с Белой Русью, потому что я тоже член Белой Руси, уже очень много лет. С прошлого года мы усилили нашу акцию. Сейчас мы не только поздравляем 3 июля, или вернее 4, 5, уже после того, как мамы несколько окрепнут. Но мы тех деток, которые родились 3 июля в предыдущие годы, мы начинаем их курировать по их уже детской жизни. Поздравляем с началом их школьной жизни, с иными значимыми событиями. И тем самым наша акция носит такой и долговременный, и общереспубликанский характер. Акция республиканская. Сегодня женщины, которые стали мамами в День независимости, получают подарки и поздравления в каждом уголке страны. В праздничный день в столичном РНПЦ «Мать и дитя» врачи принимали 11 родов. Случаи были непростые, но они справились. На свет появилось даже две двойни. У нас по центру тоже, конечно, рекорд в этот день. 11 родов, из них родилось 13 деток, две двойни. Причем, как я говорю, у нас рожают особые пациентки, поэтому собрали всю патологию со всей страны. Вот они так чудесно красиво родились, сделали такой подарок в честь Дня независимости. Тем более, юбилейный год освобождения, 80 лет. И мы счастливы, что сделали так, поработали хорошо. Ну и мама наша, конечно, тоже счастлива. Вчера Екатерина Хилевич стала мамой уже в пятый раз. До этого были одни сыночки, и вот она, долгожданная лапочка-дочка, появилась на свет в День независимости Республики Беларусь. Девочку назвали Оливия, все четверо братьев с нетерпением ждут сестренку дома. Очень рада, что наша дочь выбрала такую красивую дату рождения, такой праздник. Мы совсем не ожидали, не готовились. Мы абсолютно спокойно себя ощущаем, едем рожать, ничего не боимся, строим планы на будущее. Я от своего лица, от лица, наверное, всех матерей хочу сказать огромное спасибо нашему президенту, в первую очередь, за то, что у нас есть мир. А вот Анна Бурая стала мамой впервые, родила девочку и назвала ее София. Это наш первый ребенок, мы с мужем вместе пять лет, очень долгожданная у нас девочка. Мы долго выбирали место, в котором рожать. Моя мама меня родила 28 лет назад здесь, и, в принципе, я очень рада, что мы сделали такой выбор и тоже родились здесь. Не могла не думать о том, что мой ребенок рожден в такой праздник. И когда мы только родились, с утра мы сначала смотрели парад, а вечером мы первый раз укладывались вместе спать. И был салют за окном, это очень особенный для меня день. Акция «Белая Русь с любовью к детям» – одна из самых трогательных. Она проходит уже 16-й раз и с каждым годом расширяется. А у мам, которые родили 3 июля, теперь каждый год будет по два праздника и вечерний салют в этот день. Дарья Шманкевич, Илона Глинистая, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова